Музыка Была тут когда-то газета самодзатовская Чёртова сотня Ну, пародия такая, как в принципе большинство моего творчества И как бы, возможно, она даже сохранилась А там разворотик такой был Ну, в общем, двухстраничная, скажем, газета Двойной разворотик, точнее, четыре странички Вот ребёнок вышел В деревне случилось счастье Самым главным, я даже не знаю, как их сказать, чтобы не обидеть Жителей, ну, допустим, таких людей Моя подруга из соседней деревни называют шаромыжники Самым главным жителем, наверное, этого дома Господь, дьявол или абсолют В общем, абсолют послал кусочек сыра Точнее, даже так Может быть, я в каком-то ролике говорила на тему Того, что давно думаю сказать Может быть, только собиралась Если говорила, что А ещё говорят, что я какой-то такой репортажик сняла Что все прилуки практически Ну, не все прилуки, но несколько людей смотрели Короче говоря, в общем, мы когда сюда приезжали Точнее, меня родственники захватили с собой в четверг То встретили Поход из одной деревни в другую В количестве нескольких людей Как выяснилось после Ибо все новости сначала докладываются Главному человеку этой деревни Кто следит за этим всем Скажем так Направим свой фотоаппарат Тут дерево приближенное Ну, в общем, за деревом есть дом А за домом ещё дом Им предложили работу Молодая семья Дитё, которое почему-то оставили здесь По двум причинам Я их потом постараюсь озвучить Короче, молодая семья Муж, жена И брат жены А ещё ребёнок Вот ребёнка почему-то оставили Вчера они переехали Собрав вещички за два или три Захода на тракторе Я как раз на этом гамаке Облепиху разбирала Но и дитё почему-то оставили И бабушка говорит дитю Ксюшенька, мама-то уезжает И вот вопрос То ли они её оставили, эту Ксюшеньку Дабы там как бы Обосноваться нормально Так всё сделать Убраться, разобраться А потом приехать за Ксюшенькой То ли они оставили Ксюшеньку насовсем Ну будем надеяться Что всё-таки первый вариант Так вот о чём речь там Приложили этим товарищам Не только работу и зарплату Но и квартиру Может быть конечно не квартира, а дом Но суть такая, что я так поняла Что они в каком-то колхозе будут пахивать На благо нации И они конечно же согласились Деревня вздохнёт спокойно Особенно вздохнёт спокойно Деревня Ескина На которую не пойман ни вор Периодически люди Не имеющие зарплаты и работы Соответственно не имеющие работы оплачиваемой Делали набеги Чтобы поживиться чем-нибудь интересным Книжки почему-то эти люди Никогда не брали Чему Моя великовозрастная подруга Ескина стабильно Не то чтобы Даже не знаю как сказать Обижалась Расстраивалась Вот столько книжек Ну в принципе книжки то тоже можно продать Как сказала моя Гостья в пятницу У меня побывавшая С прилуг Но в принципе и я то это знаю Но почему-то живились всегда Чем-то другим Так в принципе Не поживились они твоими книжками Радуйся Тётя Валь Да? Сказала Короче я считаю Возможно я всё-таки это только думала Озвучить Но ещё так конкретно Внятно не озвучивала Что люди в деревнях С отсутствием работы Идущие на воровство Идут они В принципе это именно Из-за отсутствия работы И денег Как бы Работы нет Денег нет Жить не на что Кушать хочется Да? А так как государство наше По большей части Давно Наплевало на деревню Ну местами Где-то она Как бы Оно Государство Да? Местами оно пытается Что-то возродить Не всегда удачно Не всегда пытается Иногда это делают Чисто по инициативе Каких-нибудь людей Допустим Как при луках Некий меценат На свои деньги Отгрохал памятник Завтра кстати Собирают при луке поехать И памятник кстати Войне 41-45 года Ну так вот Мы ведём наш репортаж Из окопов цивилизации Очень хотелось это сказать На самом деле Из Полисадника Замечательной чайной феи Люли И вот Я глянула в окно В 11 У них дверь закрыта Думаю То ли спят То ли уехали Все Полноценно В 12 Глянула Опять дверь закрыта Ну дверь-то Напротив практически окна И пол 12 Точнее пол первого Смотрю Уже дверь открылась Значит всё-таки Они были дома И просто из-за холода Кто-то у нас тут Шуршит Из-за холода Короче Они как бы Не выходили на улицу Но солнышко вышло Услышав мои мольбы О завтрашнем тёплом теньке Диа решил устроить его и сегодня 21 градус был В теньке Когда я выходила сюда Сейчас может быть даже больше Короче я считаю Что если люди Занимаются воровством И растаскивают Чужое добро В отсутствие хозяев В деревнях Я имею ввиду Деревни То просто Надо посмотреть Допустим Растащили люди ферму Сделали себе Заборчик у одного дома Там крышу подправили Или ещё что-то Растащили Допустим Не только ферму А что-нибудь ещё Дом там какой-нибудь Разобрали Чтобы печку топить Но это понятно Это нужды Деревни Если денег нет А дрова купить не на что Скажите спасибо Что они не лес рубят Как какие-нибудь Вредные Злобные Браконьеры Можно ли браконьеры Как называют вообще Людей Которые Не только Животных мочат Не вовремя Короче Как вредные Злобные Другие Существа Они Нынешно Стащили дом На то Чтобы дрова На дрова И затопили Свои печки Не померли Хорошо Видишь Россия У тебя люди есть Даже плодятся Так вот Если люди Растаскивают Чужое добро Дабы подправить Своё хозяйство То скорее всего Они бы С радостью Устроились на работу Какими-нибудь Строителями Или на ферму Местной деятельности Местной деятельности В общем Предложили человеком Насколько мне известно Они одно время работали Эти соседи Мои мужеского пола На стройке Им это нравилось И получали монетку Приложили вот людям Работу Жильё И Зарплату Они с радостью Согласились И съехали От своей мамки Вывод Деревня Вдохнула Спокойно Ещё я считаю Что Конечно Проводят Наверное Эти профориентации Ориентационные лагери Не только в Японии Какие-нибудь опросы И в России В школах Конечно Не все Честно Будут отвечать Некоторые боятся Стесняются На тесте Чем бы они хотели заниматься Ну Как вариант Сначала этим Надо заниматься Не только в городах Но и в деревнях Эти тесты проводить Вон у нас там Трактор Тендычит Ибо коровы пасутся Ну А ещё Конечно же Предоставлять работу В деревне Деревня почему умирает Потому что работы нет А когда нет работы То появляются те Кому Конечно Они могли завести козу Хотя бы даже На две семьи Хотя бы даже две козы Или хотя бы одну козу На себя Такое поле Рядом пропадает Своя же территория Огород там поднять Но они В этот раз Огурцы сажали Ещё что-то Надеюсь Моя кукуруза Просроченная Правда Тоже в них Всё-таки взошла Чем чёрт не шутит Ну так вот Основная Это новость Чёртовой сотни В том Что Уря Товарищи Наверное Ескина в этом году Никто не окрадёт Ну Будем надеяться По крайней мере Хотя в принципе В этой Ескины не только Отсюда ходят И из других Деревень И не только Деревень По крайней мере Возможно Всё-таки Дом Чедвали На следующий год Не будет В состоянии Бардака После нашествия Мамая Ну или хотя бы Всё остальное Будет цело Ну Мы не хотим Чтобы у неё Книжки с коммунизм Видали Да Я к тому Что Может Всё-таки Уже всё хорошо Будет Может Это другая Семейка Которая Как бы Родственная И Тоже Возможно Без работы Точнее Совсем Конкретно Без работы Но мне кажется Они Как бы Приехали К своё время К маме Не хотя Работать У мамы Пенсия Но мама Это не стала Значит Жить Я вообще Не представляю Как они живут Ибо В своё время Было такое Обширное Хозяйство Такой Отличный Дом Живи При желании Ещё и в городе Где-нибудь Устроиться Поработать В общем Они у нас Приезжают В город Может быть Будут работать Ибо Жить-то Есть Надо На что-то Ибо Материнский Капитал Ведь только Как бы Жилищные Условия Позволяют Улучшать Ну Я имею Ввиду Что Жить-то Вроде На него Нельзя Хотя Возможно Ещё Что-то Можно На него Делать Вот Жилищные Условия Они Себе Улучшат Улучшили Я даже Уже Думаю Конечно В деревне Будет меньше Народа Зимой Но С другой Стороны Пусть Лучше Меньше Народа Чем Беспокоиться Что Кто-то Уехал А Вещь Которую Этот Кто-то Уволок У других Кого-то У него Не стырят Другие Кто-то Скажем Так Хотя Я считаю Что Я не оправдываю Тех Кто Стырил Вещь У других Кого-то Ибо Те Тоже Приезжают И Возможно Им Отравить Была бы Нужна Я К тому Что Наверное Можно Не переживать Другим Людям И оставлять Какую-нибудь Белую Кастрюльку В огороде Как у нас Лежит Она Уже Несколько Лет В малиннике И Знать Что Ее Никто Ни с Кому Не Издит Вот Такой У нас Болтливый Длинный Репортаж Житие В деревне Масеевская Ну С другой стороны Я рада Что они Дверь Открыли Хоть Живые Все-таки Всем Работы И зарплаты А еще Крыши Над головой До новых Встречей Репортаж Репортаж Йо С Fahr Репортаж Йо Репортаж